Здравствуйте, уважаемые телезрители! В прямом эфире программа «Здесь и сейчас» и ее ведущая Оксана Измерова. Как сделать процесс обучения ребенка во время самоизоляции эффективным и приятным? Этот вопрос мы адресуем нашей гостье Наталье Юрьевне Норкиной, педагогу-психологу Центра психолого-педагогической медицинской и социальной помощи Брянской области. Здравствуйте, Наталья Юрьевна! Здравствуйте! Рада вас приветствовать у нас сегодня в студии. А телефон прямого эфира 309-100, пожалуйста, дозванивайтесь, мы ждем ваших звонков. Итак, самоизоляция. Семьи находятся дома, причем все 24 часа, да? Да. Расскажите, пожалуйста, как условия самоизоляции влияют в целом на эмоциональное состояние семьи? Здравствуйте, уважаемые телезрители! И, конечно же, я и все вы сейчас, мы оказались в такой очень уникальной ситуации, в которой не оказывались. Я, например, в такой ситуации не оказалась никогда. Когда вот пришлось нам в таких условиях самоизоляции существовать. И, конечно же, это самоизоляция, такие условия родили такую неопределенность, ситуацию неопределенности. Эта ситуация неопределенности провоцирует различные чувства у людей. Люди сейчас очень сильно волнуются, люди растеряны, люди удивлены, люди тревожатся. Сейчас появляются страхи, даже появляется злость. И это очень много эмоций, которые в человеке вот так бурлят. И первое, что очень важное, что нужно делать, это эти эмоции принимать в себе. Он говорит, да, я сейчас боюсь, я реально боюсь заразиться. То есть открыто принимать эти эмоции, не уходить от них, не стараться их не воспринимать, например, информацию негативную, которую мы слышим. Да, ну, очень важно принять, потому что мы все боимся. И те, кто говорит, нет, я ничего не боюсь, ну, это на самом деле неправда. Да, он просто, ну, как бы скрывает, пытается замять, пытается убрать в себя, как бы, да, это углубить. Здесь первое, что очень важно, принять. Да, я боюсь, да, я на эту ситуацию злюсь, потому что, ну, я не могу выйти из дома нормально, не могу погулять с ребёнком, в магазин нормально сходить. Очень важно принимать эти эмоции. А как у взрослых такие эмоции рождаются, так и у детей. И очень важно уметь говорить с ребёнком об этом. Потому что ребёнок же тоже, видите, происходит что-то непонятное. Да, ребёнок не может пойти в школу, не может пойти гулять, не может пойти к друзьям, не может пойти в бассейн. И когда родители говорят, да, ничего страшного, да, у ребёнка тогда формируются в голове непонятные какие-то мысли. Либо обманывает мама с папой, либо я чего-то не понимаю. То есть с ребёнком тоже нужно быть откровенными и честными. Да, сейчас такая ситуация, многие люди болеют. У нас сейчас вот такой вирус. Но для того, чтобы у нас всё было хорошо, мы с тобой должны соблюдать правила, которые предписаны. А мы не должны посещать массовых мероприятий. И если что-то случится, у тебя есть папа, мама, мы всегда тебе поможем. То есть быть откровенными, честными и в то же время устойчивыми. Очень важно проживать эти эмоции вместе с ребёнком, вот находиться в этом вот проживании. Вот это и есть правильное проживание негативных эмоций, да? Да, эмоции нужно принять, и о них нужно разговаривать. Почему так? Почему ты боишься? Ты боишься меня потерять, ты боишься папу потерять, ты сам боишься заболеть, да? Почему ты боишься? И потом, когда ребёнок говорит свой страх, тогда мы уже разговариваем, делаем устойчивую психику ребёнка, что я рядом, папа рядом, семья рядом, и если что, мы выдержим, мы справимся, мы вместе, и всё будет хорошо. А что в первую очередь необходимо родителям предусмотреть относительно детей в условиях самоизоляции? Ну я считаю, что самое главное в первую очередь нужно соблюдать тот режим дня, который был у семьи. То есть, понятное дело, не нужно абсурда давать, если ребёнок просыпался полседьмого в школу, да, или в садик, поднимать его в это время, да, давай поднимайся, будем что-то делать. Конечно, нет. Но нормальный ребёнок, если он в 10 часов лёг спать, то он в 8-9 проснётся. И когда просыпается ребёнок, чтобы он не бежал к планшету, к телевизору сразу, да, чтобы это было нормальный, адекватный режим дня, да, там, позавтракали, сели делать уроки, да, пока ещё мозг свежий, пока ещё утро, пока ещё мысли хорошо работают. То есть должно быть всё сбалансировано. Не должно быть такого, что ребёнок целый день играет в компьютер, или целый день смотрит телевизор, или наоборот, целый день он учится, потому что решили, что карантин, карантин и время соизоляции – это когда можно очень хорошо подтянуть какие-то знания. И давай же мы будем целый день учиться, делая маленькие перерывы. Это всё приводит к нервным срывам у детей, к напряжению, к стрессам, к непониманию, почему такая ситуация. То есть сделать режим дня ребёнка – день максимально интересный, насколько это возможно, чтобы в день он успел и позаниматься, и поиграть в компьютер, и телевизор посмотреть, и с родителями чем-то позаниматься, и одному побудь, чтобы это было всё полномерно и распределено по мере интенсивности правильно. Каким образом доносить ребёнку вот этот режим дня? То есть заранее с ним нужно обговорить, или где-то, например, повесить такую инструкцию, чтобы вот он знал, что вот с этого часа по вот этот час мы будем делать вот такие дела. Каким образом? Ну, это зависит от возраста ребёнка. Если это младший школьник, это может быть какая-то инструкция, какие-то картинки, как-то красочно, красиво обрисовать, чтобы ребёнку было интересно. Подходим, что мы сейчас делаем? Сейчас у нас зарядка, и всей семьёй мы делаем зарядку. Это весело, классно. Потом мы идём там завтракать. Теперь у нас время для уроков, какие-то сделать картинки. Для более старших, конечно, если это среднее, можно вывести расписание. Для уже более старших, если это уже 11 класс, уже подростки, взрослые, там как бы уже это не будет действовать, там, конечно, нужно договариваться. Вот уже более так надо. Когда родители сейчас говорят о том, что если нам не нужно с утра так рано вставать, можно, в принципе, и до 12 поиграть, потом ребёнка отправить спать. Это в корне неправильно, да? Ну, конечно, потому что если мы меняем режим дня, то значит, у ребёнка изменятся и его адаптивные способности, у него не будет ресурсов. Если он поздно ляжет спать, он проснётся утром очень вяло, и, конечно, он не захочет с утра там делать зарядку, он не захочет идти делать уроки, ему будет всё неинтересно и будет плохо. Он разыграется ближе к вечеру, когда уже пора ложиться спать, и начал говорить, давай же сделаем что-нибудь, давай же сделаем уроки. А уже никому не хочется делать уроки, ну, давай тогда уже завтра, сегодня уже ничего не будем делать. То есть если мы хотим, чтобы ребёнок адекватно себя чувствовал, вообще семья нормально себя чувствовала, то, конечно, я считаю, что нужно соблюдать ритм дня, который позволит это. У нас есть первый дозвонившийся, давайте послушаем. Алло, здравствуйте, в эфире говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, во-первых, представить, наверное, меня зовут Александра Николаевна, и, знаете, хочу, наверное, в первую очередь поблагодарить вас за тему, которую вы затронули. Для меня она, как для мамы, очень актуальна. Я думаю, что для всех, наверное, родителей она также актуальна, особенно вот сейчас, в такое непростё время, то есть, и вот самоизоляция. Вот вопрос меня интересует такой, когда же вот с ребёнком лучше всего начать делать уроки? В утреннее время, либо вот вечером? Спасибо, спасибо за вопрос. Пожалуйста, Антон. Спасибо за вопрос, да. Как я уже сказала, у нас как бы самая активность мозга, процессы все происходят, конечно, с утра, когда ребёнок проснулся, когда он ещё бодрый, когда ещё познавательная деятельность, у него хорошо работает, внимание, память. Конечно, лучше с утра, да, проснуться, сделать зарядку, позавтракать и идти делать уроки. Если мы будем выкладывать до вечера, соответственно, вечером мы уже ничего не сделаем, и, ну, это будет сложно. Лучше, конечно, начинать как можно раньше. То есть всё же утром. Наталья, ну давайте, наверное, сейчас поднимем такой глобальный вопрос. Какие существуют плюсы и минусы домашнего обучения? Вот какие вы могли бы определить как психолог? Ну, самый, наверное, главный плюс домашнего обучения – это то, что мы сейчас родители, я сама мама второклассников, можем сделать процесс обучения наиболее индивидуальный. То есть все мы знаем своих детей. Бывают у нас люди и дети делятся на визуалов, на аудиалов. Кому-то лучше всё показывать схемами в картинках, как-то разъяснять рисунками. А другим детям лучше воспринимать всё на слух. Ещё очень много таких индивидуальных, мелких, таких особенностей детей, о которых все родители знают. И если в школе учитель, когда там 30 человек в классе, не может подойти к каждому индивидуальный подход, подобрать, то родитель сейчас вот этот индивидуальный режим, индивидуальное обучение может как бы воплотить в жизнь. Это, я думаю, такое самое главное, самое хорошее, что может быть во время вот этой самоизоляции. Затем, конечно, ну такие, что в школу не надо ходить, ездить никуда не надо, а мамам проще рубашки, брюки не гладить, портфели не собирать, дети к доске не выходят, не волнуются, не нервничают. Тут, конечно, вот много таких плюсов. Ну а минусы, потому основные минусы, дети сейчас чувствуют свободу по своему ребёнку, да, я понимаю, это каникулы, делать ничего не надо, да. И очень сложно здесь, нужно очень много сложностей для родителей, да, чтобы найти такую гибкость, найти такой подход, чтобы помочь ребёнку осознать, что это та же школьная неделя, и мы должны с тобой заниматься, да, потому что дети чувствуют свободу. А дома, конечно, очень много отвлекающих моментов, это и телевизоры, и компьютеры, и гаджеты, и младшие братья, да, и кошки, и собаки, да. И здесь очень много отвлекающих, конечно, моментов дома. Скажите, пожалуйста, ну вот какие же меры нужно принимать? Вот вы назвали, сейчас есть положительные моменты, есть отрицательные. Какие меры нужно принимать для того, чтобы всё же этот процесс эффективно шёл у ребёнка? Что нужно сделать родителям? Ну, я думаю, в первую очередь нужно показывать своим примером. Если родители просыпаются часов 12, ну так если по бытовому, да, и целый день ходят в пижаме, смотрят сериалы, первое, что они делают, после того, как просыпались, включили кнопку телевизора и включили какой-то фильм, да, там вышли на кухню, покушали, приготовили, снова там легли в кровать. И ребёнок, когда это всё видит, такому ребёнку очень сложно объяснить, что ты сейчас должен идти и делать уроки. Все отдыхают, все там лежат, смотрят, наслаждаются жизнью, почему же я должен один идти делать уроки? Когда другая картинка у ребёнка, когда родители сами либо работают на удалёнке, либо читают книги, саморазвивают, занимаются спортом, изучают какие-то, может быть, техники, кто-то вязание, кто-то начинает что-то вкусное готовить, да, то есть занимаются саморазвитием. Ребёнку тоже тогда легче объяснить, что сейчас такое время, учёба продолжается, жизнь продолжается, тебе надо заниматься. Это, мне кажется, основное, показывать своим примером. А потом, как я уже сказала, нужно убрать всё, что мешает. Убрать телефон, выключить телевизор, и, ну, бывает такое, что однокомнатная квартира и там четыре человека, да, максимально сделать так, чтобы ребёнок во время занятий, ну, как бы был без шума, был один, был в спокойствии, да, как-то заинтересовать маленьких членов семьи, да, попытаться ему организовать такое пространство для работы. Это очень важно. Очень важно помогать ребёнку, особенно если это младшие школьники, потому что сейчас же уже начался процесс изучения новых тем, да, если первую неделю, ну, поскольку я маму сама знаю, мы повторяли, что ещё было пройдено, сейчас мы уже стали изучать новые темы. И для ребёнка, даже если он был самостоятельный во время учёбы и сам делал уже уроки, сейчас достаточно тяжело изучить новые темы. Поэтому родителям рекомендую обращаться, да, к учебникам, смотреть, что же делает ребёнок и помогать ребёнку, если он какую-то тему не понимает. Даже если это уже, там, восьмой, девятый класс, да, как-то... Там родителям очень сложно помочь. Конечно, ну, у нас же... А сейчас есть интернет, да, когда можно найти какое-то видео, объяснение какой-то темы, да, ну, сейчас, мне кажется, это достаточно просто. Можно какие-то даже книжки вместе с ребёнком читать и потом обсуждать. Опыты физические проводить, химические, да. То есть должна быть какая-то совместная деятельность, да? Да, да. Желательно зажигать ребёнка. Если вы видите, что мотивация у ребёнка никакая, да, то сдача родителей, как-то её зажечь, как-то мотивировать, как-то заинтересовать. И желательно, конечно, не криком. Да, в том-то и дело. Давайте поговорим о мотивации чуть позже. У нас есть следующий дозвонившийся. Алло, здравствуйте, вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Анна. Хотела бы поинтересоваться. Подскажите, пожалуйста, вот всё-таки с каких уроков лучше начинать для ребёнка? С лёгких, с более сложных. Спасибо. Для ребёнка как будет лучше? Спасибо. Спасибо. Спасибо за вопрос. Спасибо за вопрос, да. Ну, надо смотреть тоже по ребёнку, да. Если это младший школьник, то, ну, чаще всего трудные самые предметы даются нам, конечно, письмо, математика. Лучше начинать с сложных предметов, потому что пока ещё, как я говорила, мозговая деятельность работает хорошо, внимание, память ещё как бы работает с утра. Лучше начать с более сложных уроков, те, которые для ребёнка более сложны, для кого-то и чтение является сложным. То есть, вот в этом и проявляется этот индивидуальный подход, о котором вы говорили, да. То есть, каждый родитель знает своего ребёнка очень хорошо и понимает, что ему даётся легче, а что даётся сложнее. Да, да. Но бывают такие дети, знаете, которые очень трудно вырабатываются, и им нужно раскачаться. Вот он садится заниматься, и ему очень тяжело даётся вот именно вырабатываемость. Тогда ему лучше дать что-то сначала лёгкое. Вот он даже почитает какой-то текст, и он когда начнёт читать, у него включится внимание, что какой-то интерес возникнет, и после этого он уже более сложное будет делать лучше. То есть, каждый родитель своего ребёнка должен знать, может быть, до этой самоизоляции и не знал, да. В том-то и дело, и откроет его с новой стороны. Откроет, да, с новой стороны своего ребёнка. То есть, всё же лучше начать сначала со сложных уроков, да, и потом медленно двигаться к более простым. Да, а вечером уже можно всё такое лёгкое, что ребёнку даётся с лёгкостью, что не будет перезагружать его. Ну вот мы с вами начинали говорить о мотивации, как правильно мотивировать ребёнка. Вот вы говорите о том, что родители каким-то образом должны найти вот этот подход, да. Вот если ребёнок сейчас не хочет, да, например, делать уроки, вот что должны сказать родители? Ну да, проще всего сказать, что не делай, да. Не делай, или проще всего накричать так, чтобы сел делать и прямо вот мгновенно. Два варианта, да. Да, два таких полярности, да. Либо не делай, ладно, либо делай, но уже так с криком. Лучше, конечно, родители в этот момент быть эмоционально устойчивым. Чем больше родитель будет держать свои нервы подконтрольным, чем больше он будет спокойно общаться с ребёнком, тем это будет в плюс ребёнку. Потому что если мы на ребёнка наорали, накричали, заставили его делать силой, то 90% ребёнок ничего не усвоит из того материала, который он начнёт изучать. Потому что точка роста у ребёнка там, где есть спокойствие. Когда ребёнок спокоен, тогда у него есть точка роста. Он развивается, он впитывает те знания, которые получает. А когда, ну если накричали, да, если накричали, ребёнок будет напряжён, да, весь в тревоге, в страхе, что сейчас если я там повернусь или что-то пойду, мама сразу накричит, это делай. Вот. Здесь особого, конечно, развития не будет. Поэтому родители должны эмоционально устойчивы и выбирать как-то вот, опять же, зная своего ребёнка, выбирать методы мотивации. Некоторым помогает, что ты сейчас, если это маленький, давай ты вот сделаешь уроки, а потом я там тебе разрешу какую-то видительность, которая ему нравится, да. Ну сейчас телефоны детям нравятся, там мультики, компьютерные игры. То есть давай, как бы договариваться, да. Вот ты сейчас это сделай, а потом ты получишь, да. Ну также договариваться со взрослыми, что ты должен сначала сделать, чтобы потом что-то там, вот, да, там поиграть в игру, пообщаться там со своими друзьями, там залезть в соцсети. То есть мотивировать. Ну и опять же своим примером, да. Если ребёнку не нравится что-то, да, ну давай вместе почитаем, да. Хотя сейчас, как бы, может быть, скажут восьмиклассники, там историю вместе читать. Ну такая ситуация, да. Давай вместе почитаем, да, историю. Ты мне расскажешь там про Екатерину II, про её реформы. Давай мы с тобой обсудим, как ты считаешь, реформы были там правомощные или нет, да. Ну как бы вот зажигать ребёнка своим интересом тоже, что мне тоже интересна эта история. Давай-ка вместе там её изучим. То есть родитель, он в то же время ещё и такой актёр, да, с другой стороны. Ну да, конечно, да. Давайте послушаем следующего. Дозвонившегося. Алло, здравствуйте, вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Мария. Хотела бы спросить. Вот у меня довольно часто такая проблема, что я пытаюсь заставить дочку делать уроки, а она не хочет. Вот что делать в такой ситуации, как вот правильно заинтересовать, замотивировать, вот что делать? Спасибо, спасибо за вопрос. Ну да, непонятно, сколько лет ребёнка, да. Ну да, как я уже говорила. Давайте посмотрим по разным возрастам, например. Ну да, если это младший школьник, с ними, конечно, проще договориться, потому что у них вид деятельности сейчас учебный. У младших школьников основной вид деятельности это учебный, и в принципе с ними проще. Их можно уговорить, их можно оболтать, их можно чем-то соблазнить, да, какой-то игрой. Очень важно играть с ребёнком, да, даже вот если давай ты позанимаешься, потом я с тобой поиграю, потому что ребёнку очень важно, когда родители с ним играют. А если это, конечно, уже подростки, у которых учебный вид деятельности уже уходит на второй план, а первый основной вид деятельности подростков это интимное личностное общение. Как бы мы ни хотели, чтобы они учились, но у них уже главное это общение. Ну и, конечно, здесь, опять же, мотивация, что вот давай ты будешь делать уроки, а потом ты будешь пообщаешься в WhatsApp, в Viber с друзьями, да, там поговоришь по телефону. Ну и опять же говорю, если это подростки уже какие-то взрослые темы, которые сами взрослым могут быть интересны, давай вместе прочитаем, давай вместе сделаем этот тест параллельно, я и ты, да, и посмотрим, кто правильно ответит, да. А давай ты мне расскажешь эту тему, мне очень интересно. То есть чтобы родителям самим было, ну, конечно, это тяжело для родителей, да. Многие скажут, не хочу ей читать истории и заниматься физиоопытами по физике. Ну, тут выбор каждого родителя. Если вы хотите замотивировать, нужно использовать все возможные способы. Нужно приложить усилия. Да, конечно. Ещё такой вопрос. Очень многие спрашивают, всегда ли ребёнка нужно чем-то занимать? Особенно вот сейчас в условиях самоизоляции многие родители чувствуют, как бы они считают, что, ну, вот отказали ребёнку, вот подошёл ребёнок и говорит, вот поиграй со мной, мама. А мама сейчас готовит ужин. И она не может с ним поиграть. И она как бы чувствует то, что всё же она отказала ребёнку, вот что-то вот внутри её точит. Всегда ли она должна идти с ним на контакт, всегда ли нужно чем-то его занимать? Да, очень хороший вопрос. А, ну, здесь получается, что очень важно, чтобы мама с папой проводили время с ребёнком. Очень важно, чтобы, если этот маленький с ними играли, да и со взрослыми как-то разговаривали, обсуждали какие-то темы. Но ещё тоже очень важно, чтобы ребёнок понимал, что у родителей тоже есть свои потребности. Если мама чем-то занята, а ребёнок к ней подходит и просит своего внимания, «Да, мама должна сказать, я вот сейчас готовлю ужин, я освобожусь через 20 минут, и тогда мы с тобой поиграем». Ну, то есть, чтобы ребёнок понял, что мама не может сразу к нему бежать, что мама тоже есть потребности. Но тут очень важно, чтобы через этих 20 минут мама всё-таки не забыла, не стала стирать там или убирать дальше, а пошла к ребёнку и сказала, «Я приготовила ужин, я же тебе обещала, давай с тобой поиграем». И очень важно, чтобы, если вы видите, что ребёнок хочет побыть один, послушать музыку, просто на кровати полежать, и просто хочет в одиночестве побыть, то важно просто к нему не лезть. Как и любому взрослому, как и любому человеку, ребёнку нужно какое-то своё пространство, какое-то своё время, ну, просто побыть одному, взять напряжение, успокоиться. То есть не надо постоянно бегать с ребёнком, с играми, с плясками, да, давай поиграем, давай. Если ребёнок сам подходит, сам желает во что-то поиграть, да, то есть если мы ничем не заняты, мы должны идти к нему навстречу. И здесь тоже очень важно, что играть с ребёнком желательно в те игры, которые он выбирает. Как бы нам не хотелось, давай с тобой поиграем в настольную игру, да, там, в словодел какую-нибудь, да, ну, такую... А он говорит, «Я хочу в прятки», да? Да, он говорит, «Я хочу в догонялки, папа, давай побегаем по квартире, потому что энергии-то много, а её девать некуда, на улицу не выходят в основном. Вот, да, и тогда, ну, лучше побегать. Если папа побегает, то столько будет благодарности у ребёнка к папе, и столько будет эмоций, ресурсов, и тогда он и уроки проще сядет делать, потому что понимает, что его потребности слышит, понимает, удовлетворяет. Давайте послушаем следующего, отозвонившегося Аллу. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте, меня зовут Елена, у меня дочка учится в третьем классе. И вот подскажите мне, как не срываться, оставаться всегда спокойной, когда говоришь ребёнку, что нужно начать делать уроки, а он не хочет. Вот как быть в такой ситуации? Спасибо за вопрос. То есть, как родителям всё же остаться эмоционально уравновешенным? Да, это очень сложно в этой ситуации. Во-первых, на самом деле, много тревоги, много напряжения, по поводу внешнего, что дальше будет, неизвестно, у нас очень такая неизвестная сейчас ситуация. И очень много напряжения, потому что все сидим дома, очень надо много уделять времени ребёнку и, в принципе, хозяйству, как-то всё, что надо, что-то особенно мамам готовить, да и папам. И очень сложно в этой ситуации сохранять спокойствие. Особенно, как говорит наш слушатель, кто смотрит на нас, говорит, что ребёнок не хочет заниматься, но не хочет он заниматься. Ну, это такая сплошь и рядом, наверное, ситуация, которая всегда существует. Ну, во-первых, быть эмоционально спокойной, да? А для того, чтобы эмоционально быть спокойным, нужно где-то находить ресурсы, да? А нужно самому восстанавливаться. Для этого необходимо, ну, предусмотреть, для каждого будет своё. У кого-то прочитать книгу, у кого-то принять ванну, у кого-то послушать музыку. Ну, чтобы у каждого человека в семье было, в семье было, ну, полчаса, час для того, чтобы просто восстановиться, восполниться ресурсами. Для каждого это будет своё. Может быть, кто-то в ванной полежит, час в тёплой, там с какими-нибудь маслами, и ему станет легче. Другой книжку прочитать, сериал посмотрит и тоже успокоится. Третий поговорит по телефону, например. Да, с подругами поговорит по телефону, тоже успокоится. То есть должно быть какое-то индивидуальное время. Вот моё время, да? Дайте мне, пожалуйста, побыть одной. И тогда всем будет хорошо, так ведь? Да, конечно, тогда будет всем хорошо. Ну что ж, наш эфир подходит к концу. Вопросов ещё очень много, на самом деле. Но давайте остановимся на таком. Каким образом психологи Брянской области берутся сейчас помочь родителям? Ну, у нас на базе центра есть служба компетентных родителей, которая работает уже второй год, и мы оказываем и заочные, и очные консультации родителям. Но в данный момент в условиях самоизоляции мы оказываем, конечно, дистанционные консультации по скайпу или по телефону. У нас есть телефон, да, который я могу продиктовать, по которому можно позвонить и пообщаться с психологом. Продиктовать, да, телефон? Пожалуйста, говорите. 8-920-844-06-15. А также работает у нас наш телефон доверия, да, который работает и не прекращает работу. Все знают его, да, наверное. 8-800-2122. По этим телефонам можно звонить и получить помощь. Ну что ж, огромное спасибо, Наталья Юрьевна, за такую интересную и полезную, надеюсь, для наших телезрителей беседу. Спасибо вам большое. Спасибо, уважаемые телезрители, за внимание. Встретимся завтра в это же время. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова